Мы здесь спрашиваем, почему за Уралом население гораздо меньше, чем у европейской части. Ну, во-первых, в случае, что все многие тысячи лет миграция шла именно из Сибири. И в принципе то, что заселена вся европейская часть не с Украины, белая раса заселяла Россию, а именно из Сибири, ядро Западной Сибири, из которого, помните, Великая Асия, когда начиналась, она, в принципе, была только Западная Сибирь захватывала изначально, а потом заселение шло и на восток, на запад, на юг, особенно шло, потому что горы были высокие, там не было. И в течение многих тысяч лет волны переселиваться были, или, вы знаете, климатические условия, или, вы знаете, того, что изгои уходили, уходили те, кто бунтов, не признавали власть, то есть кто-то амбиции имеет, а мозгов нет, они бунтовали, поднимались против, поднимали, часть с собой уводили, и куда шли? Все оттуда шли и куда? Это первое. Второе, во всех войнах, которые производились в течение империи вела, а империя вела, в принципе, войны почти беспрерывно. Потому что я дальше буду расписывать ситуацию в книге, и вы увидите, что, так сказать, территория была огромная, а армия находилась в районе Северной Казахстана, вот юг Сибири, где была действительно постоянная армия. Потому что единственное место, где можно было содержать много лошадей, ну, понимаете почему, да? И так далее. И вот, по имени необходимости, войска приводили то туда, то туда. Вот когда там с Китаем приходилось, ну, это с другими, и так далее, и армия постоянно бросалась, то туда, туда, и кого же, то есть морское население, конечно, оно не увеличилось, это очень сильно, поверьте. И плюс, вы забываете, что, а еще один момент, на момент поражения империи в 1775 году, после этого Романа захватили, они же вырезали очень многих. То есть население просто так принимало все захватчиков, в принципе. Население Сибири, вот Пушкин пытался написать, Бунг Пугачева, выставили, Бунг Пугачева, помните, да? Он, я, насколько я знаю, так и не сдал, но, какие-то части страницы. Там он написал, что вытворяли. Царская армия просто вырезала казачьи станицы, людей вырезала за то, что они так и говорили, то, что не нужно. Поэтому очень много было вырезано еще. Ну и потом, забудьте, не забудьте еще, революции прошли, война, которая, так сказать, сибириками выиграна была очень, не все, но много лет они не сильно было, правильно же? Все это не способствовало, извините, росту населения в тех местах. И плюс, конечно, климат, который менялся, тоже там не позволял особо разгуляться. Все это вместе привело в том, что население не очень. Потому что вот я показывал Ремизовскую летопись, и там очень много городов в 18 веке, 16 веке были, 17, 16 веке. Было огромнейшее количество городов. Тюмень была тогда гораздо больше, чем в современной Тюмени, между прочим. Сынгут был гораздо больше, чем сейчас. Уренгорь. И так далее. Сынгут был гораздо больше, чем сейчас.